Спасибо. Когда мы говорим о высокодифицированных глиомах, о чем же мы говорим? На самом деле, когда мы говорим о высокодифицированных глиомах, мы говорим о диффузных глиомах, которые являются мутантами по IDH и имеют, соответственно, изменение в гликозилировании и, соответственно, высокодифицированность глиома, либо высокодифицированным глиомам без изменения гликозилирования, что соответствует высокодифицированным астроцитомам. И мы должны понимать, что мы должны отличать эти истинно высокодифицированные глиомы от глиом, которые на гистологическом уровне выглядят как глиомы, но в которых имеются молекулярные изменения. Что, согласно новой классификации, опухолей ставит их в классификации на место глиобластом. Или, если имеется, например, высокодифицированная гистология, но при этом имеются вот такие изменения в опухоли, то тогда мы их оцениваем как молекулярные глиобластомы четвертой стадии. Еще одним примером являются глиомы среди линии с мутациями. И эти опухоли мы рассматриваем как опухоль также четвертой степени. Так что, соответственно, очень важно понимать это, чтобы быть уверенными, что когда гистология говорит нам о глиомах, то молекулярный анализ должен соответствовать диагнозу. Вот пример пациентов. Вы видите три разных пациента. И здесь мы видим пациентов с эготифицированной астроцитомой. Тем не менее, важно на гистологии. Тем не менее, мы должны убедиться в этом посмотреть на данные макулярного анализа и получить некий такой интегрированный диагноз. В первом случае мы видим мутацию IDH без заменения гликозилирования. Кстати, можем говорить о том, что имеем дело с астроцитомой второй стадии. Но здесь в глиоме средней отсутствует мутация IDH. Имеется мустация гистонов. Соответственно, это очень агрессивная опухоль. И по классификации эта опухоль рассматривается как низкодифицированная глиома, хотя ее гистологический вид является, скажем так, более благоприятным. И в третьем случае молекулярный анализ показывает, что нет мутации IDH. И есть мутация ПТРТ. И эта опухоль имеет молекулярный профиль глиобластомы. И теперь она классифицируется как глиобластома в новой классификации. Она будет рассматриваться как глиобластома. И нам нужно провести тщательный, мы должны провести тщательный мультфильный анализ опухолей, представляющийся как высокодифференцированные глиомы, поскольку, как видите, прогноз может быть серьезно различаться. Соответственно, олигоденцированные глиомы, у них прогноз совершенно лучше, чем астроцитом. И высокодиффицированные глиомы без мутации IDH, в целом их прогноз очень похож на таковой у глиобластом. И как уже говорил предыдущий докладчик, профессор Минитов, мутация IDH присутствует при нескольких высокодифференцированных глиомах. Она приводит к продукции различных типов 2 изоглутерата, что приводит к следующим последствиям, и с изменением метаболическим репрограммирования, педагогическим репрограммирования и дисбалансу кислительно-восстановительных процессов. Как говорил профессор Рот, Наличие этой мутации делает эту область очень интересной, очень привлекательной мишенью, поскольку эта мутация может присутствовать во всех опухолевых клетках. Мы это знаем по данным геномного анализа, который проводится по разным компонентам в разных частях опухоли. Этот анализ показывает, что мутация IDH присутствует во всех опухолевых клетках. Считается, что это одна из начальных исходных молекулярных альтераций. И, как мы знаем, когда проводится геномный анализ при рецидивах с течением времени, то мутация IDH в большинстве случаев обнаруживается. Опять же, и при рецидиве. Мы это обсудим позже, но нужно сказать, что этот слайд показывает, что мутация IDH является одной из интересных мишеней. Соответственно, вот клинические и радиогилактические признаки высококонфицированных глиом. Средний возраст на момент постановления диагноза при астероцитоме несколько более молодой, чем при олигоглиом. У большей части пациентов присутствуют судороги, которые, собственно, являются манифестацией заболевания. И у них возникает дефицит или внутричерепная гипертензия. При рецидивном исследовании мы называем интераксиальный незахватывающий контраст очаги. И если имеется несоответствие, низкий дискорданс между флэр последовательностью, это два взвешенные последовательности, то сам очаг гомогена на Т2 и ревенция кетерогена по флэр, как мы видим здесь, на этом МРТ, это называется признак несоответствия Т2 флэр. И этот признак, этот симптом, несет очень мощная, высокая позолочительную прогрессическую ценность или значение для диагностики астероцитома. Но он не очень чувствительный. Он присутствует от 30 до 50% астероцитом. Но если этот признак присутствует, то он является очень специфичным, очень высоко специфичным. Определенные группы с возможностью использовать очень продвинутые методики МРТ, в частности, МРП спектроскопию с наличием соответствующего программного обеспечения могут обнаружить в опухоли пике 2-гидроксиглотерата, которые являются следствием мутации IDH. И, вероятно, в будущем это также может помочь нам удостовериться, что опухоль, которая выглядит как высококрессионная глиома, является, собственно, таковой. И мы, соответственно, также можем использовать этот признак для мониторинга результатов терапии. Какова же естественная история, естественный ход, скажем так, развития заболевания. Она характеризуется как опухоль с очень медленным гростом. Средний рост диаметра в год составляет порядка 4 мм. Именно поэтому иногда может возникать впечатление, что опухоль не растет. Но на самом деле все эти опухоли растут. Скорость роста варьирует. Когда она превышает 8 мл в год, то ее связывают с худшим улучшением прогноза, скажем так. Но все эти опухоли, нужно сказать, что все эти опухоли растут. И после определенного периода времени, которое может быть весьма вариабельным, эти опухоли проходят через анопластическую трансформацию, что обычно на МРТ характеризуется началом захвата контрастного вещества. Как же лечить пациентов с такими опухолями? Итак, первый вопрос, который нужно задать. Когда мы подозреваем у пациента высокодифференцированную глиому, это следующий вопрос. Возможно ли хирургическая резекция? На самом деле, даже в отсутствии данных перспективных РКИ для того, чтобы показать преимущество операции, имеется масса ретроспективных, конкордантных исследований, которые говорят о том, что чем ниже, чем меньше послеоперационный объем, тем лучше прогноз. Это было показано в этом исследовании, но также есть и другие исследования, которые показывают очень похожие результаты. То есть лучше, чтобы отсутствовали после операции остаточные объемы ткани по сравнению с небольшими или до большими объемами остаточной опухолевой ткани. И все это еще предстоит подтвердить в будущих исследованиях. Однако, естественно, хирургическая резекция играет важную роль для всех высокодифференцированных глиом. И в частности, это представляется важным при астроцитомах, как мы видим здесь, где различное влияние фактора после основного объема вполне очевидно при астроцитомах. И, возможно, оно является менее очевидным при олигоглиомах, поскольку, возможно, эти опухоли являются более чувствительными к другим методам терапии. Однако, требуются дополнительные данные для того, чтобы подтвердить указанные выводы. Но в будущем это может означать, что хирургическая стратегия может варьировать в зависимости от молекулярного подтипа. И, возможно, хирурги должны быть более агрессивными при астроцитомах, чем при олигодендроглиомах. Итак, как только... Или, скажем так, если операция возможно, пациенту нужно оперировать. Если операция невозможна, тогда требуется биопсия для того, чтобы определиться с диагнозом. И далее возникает вопрос онкологической терапии. Если говорить об онкологической терапии, соответственно, лучевая терапия или химиотерапия. Есть два основных вопроса. Первый вопрос, когда назначать эту терапию. Второй вопрос, какая терапия должна назначаться. Как лечить такого пациента? Если говорить о вопросе когда, то есть о вопросе начала терапии, у нас имеется одно РКИ, которое может нам помочь ответить на этот вопрос. Это исследование было проведено в начале 2000-х. В нем сравнивается ранняя лучевая терапия, сравнивается с срочной лучевой терапией у пациентов с высокоденфицированной глиомой. И это исследование показало, что ранняя лучевая терапия улучшает показатели безрецидивной выживаемости. Однако она аквавилентна от срочной лучевой терапии с точки зрения общей выживаемости. И на основании данных этого исследования, поскольку, как вы знаете, лучевая терапия может сопровождаться с токсическими проявлениями, может приводить к когнитивным нарушениям, и в этом исследовании не провелся анализ качества жизни. На основании этого исследования стандартом постхирургической реакции является активное наблюдение, активно-динамическое наблюдение, и при этом не предлагая раннюю терапию пациенту. Однако это исследование, в котором сравнивались сроки начала лучевой терапии, раннее или отсроченное, мы не знаем, соответствуют эти результаты исследования всем молекулярным группам или нет, поскольку на момент исследования такие молекулярные подгруппы были неизвестны. И также нам неизвестно, относятся ли, какие можем сделать выводы при сравнении монотерапии, в монолучевой терапии, в монорежиме или в комбинированной терапии. Мы не знаем, возможно, радиолучевая терапия плюс химиотерапия может получить такие же результаты, а может быть и нет. Это открытый вопрос. И на самом деле был задан такой вопрос, и сейчас проводится клиническое исследование, его проводит соответствующая группа ИРТС, в котором мы берем ланью лучевой терапии плюс раннее назначение темозоламида. Мы изучаем, насколько сравнимы полученные результаты с группой активного динамического наблюдения у пациентов, которым не требуется ранняя терапия вследствие наличия неврологического дефицита или неполной Т-резекции или большого размера опухоли. Это очень важное исследование, в котором мы хотим получить ответ на очень важный и все еще неясный вопрос. Итак, если проводится операция, то есть несколько вариантов. Имеется возможность активного динамического наблюдения до начала алкологической терапии, но на самом деле в настоящее время у нас нет такого простого отвода, чтобы сказать, когда должна начинаться терапия. В пользу ранней терапии можно говорить возраст, старше 30 лет, неврологический дефицит, наличие фармакористентной эпилепсии, большой послеоперационный объем остаточной опухоли и быстрый ее рост. Однако, тем не менее, все еще это обсуждаемые вопросы. Именно поэтому исследование, клиническое исследование, о котором я говорил, оно является очень важным. И также нужно понять, что пациенты, которые прошли одну операцию, они могут брать через еще одну или несколько повторных операций. Но в какой-то момент времени мы понимаем, что все равно таким пациентам нужно будет назначать терапию опухоли, консервативную терапию опухоли. И далее вопрос о том, что это за терапия. Опять же, что за терапия может назначаться? Сейчас проводятся несколько исследований. Это тема первого исследования. Это американское исследование, в котором сравниваем лучевую терапию в монорежиме, которая является стандартом на данный момент, с лучевой терапией, с адювантной PCV терапией. И это исследование показало, что добавление химотерапии по схеме PCV очень существенно улучшает показатели безрецидивной выживаемости у этих пациентов. И это действительно так при олиготандроглиомах, при астроцитомах. Однако такой подход не работает в глиомах без мутации EDH. То, о чем я говорил. И самое важное в этом исследовании также было показано на этой популяции, если мы говорим о пациентах высокого риска, поскольку были пациенты старше 40 лет или с частичной резекцией, добавление PCV к лучевой терапии также улучшает показатели общей выживаемости. И это также было подтверждено для олиготандроглиома, для астроцитома, но не для ложных высокодифицированных глиомов. Таким образом, это было очень важное исследование, поскольку это было исследование, в котором мы показали, что добавление химиотерапии улучшает выживаемость у таких пациентов. И второе исследование, которое проводится на эту тему, это исследование, которое проводится на очень похожей популяции пациентов. Также исследование ERTC, в котором мы сравнивали лучевую терапию, то есть стандарт с темозоламидом 12 циклов без лучевой терапии в данном случае. В настоящий момент, как относительно этого исследования, у нас есть результаты только по безрецидивной выживаемости. У нас нет данных по общей выживаемости, но исследование показывает, что, как вы видите, обе схемы терапии эквивалентны в популяции касательно безрецидивной выживаемости. Если посмотреть на разные молекулярные подгруппы, можем сказать, что эти стандарт сетки при астроцитомах, то есть опухоли с мутацией DH и дилеции, мы видим, что терапия дает лучшие данные, лучше выживаемость, чем использование темозоламидов в монорежиме. Таким образом мы сейчас не можем прийти к каким-то окончательным выводам. Но если сложить результаты этих двух исследований, можем прийти к выводу, что олигодендрогриомы, то есть RT плюс PCV, более-менее превосходят лучевую терапию или темозоламид. В случае астроцитом, RT плюс PCV превосходят только лучевую терапию, и, соответственно, которая превосходит темозоламид. Соответственно, по данным этих исследований, в принципе, в настоящий момент стандартом терапии для пациентов с высокоинфицированными глиомами, которым требуется дополнительная операция и хирургическое вмешательство, это использование схемы лучевой терапии плюс PCV, тогда как при высокоинфицированных глиом без одежды мутаций, и сейчас достаточно спорная ситуация, чтобы применять, возможно, нужно использовать лучевую терапию плюс темозоламид, в ситуации, когда опухоль не соответствует характеристикам стандартных, скажем так, глиом. Далее, еще один неотвечный вопрос. Может ли мы терапию PCV заменить на темозоламид? Что мы знаем по данным ретроспективных исследований при анопластических глиомах? Мы знаем, что химиотерапия PCV превосходит темозоламид при олигодендроглиомах, если она значается в монорежиме, как терапия первого ряда, однако она достаточно сильно похожа по результатам темозоламид у астроцитом. Опять же, это ретроспективные данные. И я думаю, что этот вопрос касательно PCV по сравнению с темозоламидом, мы получим ответ на этот вопрос в идущем исследовании. Это исследование CODEL, которым ставим лучевая терапия плюс PCV по сравнению с лучевая терапия плюс темозоламид у алигодендроглиомах. Если говорить о астроцитомах, мне нравится гипотеза о том, что темозоламид обладает сходным эффектом, таким же эффектом, как PCV. И вот данные по анапластическим астроцитомам и исследования КАПНО показывают, что если мы добавляем адювантный темозоламид к лучевой терапии, при анапластическом астроцитомах улучшает общую выживаемость пациентов по сравнению с лучевой терапией без адювантного темозоламида. Но формальное сравнение темозоламида и PCV все еще не проводилось на этой популяции пациентов. Еще один вопрос, это следующее, можно ли применять только химиотерапию при алигодендроглиомах. Мы знаем, что исследование Полу изучает этот вопрос у взрослых, и в этом исследовании было показано увеличение продолжительности выживаемости у пациентов, которые получают лучевую терапию с PCV на выше 10-15 лет. И это, соответственно, поднимает вопрос о качестве выживаемости, поскольку имеется риск постлучевых когнитивных нарушений. И было показано, что у пациентов с высокой глиомой, за которыми проводилось наблюдение через течение длительного времени, соответственно, у пациентов, которые получали лучевую терапию, была показана тенденция к когнитивным ухудшениям, к сложностям с концентрацией, с разлучением других нарушений. И где-то при таком нарушении у третьих пациентов наблюдались тяжелые когнитивные дисфункции. И это очень важная проблема. И также является причиной того, почему мы проводим исследования, для того, чтобы понять, можно ли мы использовать при олигинер-глиомах, то есть, одеяющий мутант в глиомах с кодилецией 1P19Q, можно ли мы улучшить выживаемость без когнитивных отрицательных эффектов, с использованием только PCV. Это исследование проводится в Французской нейро-онкологической ассоциации, берутся пациенты с асно-пластической алигодендреглиомы, и мы проводим такое же исследование при высокоденцированной алигодендреглиоме. Это, опять же, все еще открытый вопрос. Было несколько перспективных исследований, которые показали, что химиотерапия в монорежиме, особенно по схеме PCV, она связана с удлинением выживаемости и является достаточно безопасным подходом, однако, естественно, это нужно подтвердить, и нам требуются клинические исследования для того, чтобы соответствующие, чтобы получить финальный ответ. Еще один важный вопрос – это роль ингибиторов IDH, о чем также говорил профессор Рот. Ингибиторы IDH изучались при рецидивах глиом с IDH-мутацией и в опухолях без контрастного усиления ингибиторов, без захвата контраста эти опухоли, показали тот ответ, который мы обычно видим на термозоламиде или PCV. Это пример трех пациентов. Мы видим высокоденцированную глиому, которая до начала лечения росла, и вот с началом лечения мы наблюдаем ответ после нескольких месяцев лечения, и здесь мы видим соответствующее изменение объема опухоли, она растет до начала лечения, и с началом лечения объем опухоли начал уменьшаться. И поскольку мутация IDH является весьма ранним событием, я думаю, что имеется вполне обоснованная надежда на то, что у пациентов с ингибиторами IDH мы сможем стабилизировать состояние этих опухолей, остановить развитие заболевания на очень ранних этапах, и этот момент на данный момент изучается в рамках клинических исследований, в которых изучается роль ингибиторов IDH при высокоденцированных глиомах у пациентов, которые не получали лучевую терапию или химиотерапию, то есть у пациентов, которые находятся в самом начале их, скажем так, заболевания. Это изучается в рамках, скажем так, текущего исследования, исследования INDIGO. Опять же, нужно сказать следующее. Касательно лечения рецидива заболевания стандарта нет. Это зависит от того, какие результаты были получены при первичном вмешательстве. Если это была операция, соответственно, возникает вопрос, требуется ли повторная операция или нет, и мы можем назначать терапию. И схема очень похожа на лечение, скажем так, первично. Это может быть только лучевая терапия. Если была только лучевая терапия, то пациенты, которые получили лечение 5-10 лет назад, тогда, опять же, возникает вопрос о необходимости повторной операции. И далее эти пациенты могут получать табазолбит или PCV. И если пациент уже получал лучевую терапию и потом химиотерапию PCV или терзоламидом, то, соответственно, ситуация становится... Усложняется, потому что на данный момент времени получается, что у нас отсутствуют эффективные методы терапии. И, соответственно, очень важно подумать, какие клинические исследования доступны у этого пациента. И на самом деле, посмотрите вот на эту таблицу. Это резюме исследований с рецидивом высокодефицита глиом, которые получали лучевую терапию и химиотерапию. И если посмотреть на эффективность разных видов химиотерапии, на этом этапе мы видим, что показатель ответа варьирует от 0 до 40%. И мы видим, что медиана безрецидивного прогрессивного прогрессирования и медиана общего выжимаясти являются неудовлетворительными. И именно поэтому у таких пациентов с таким заболеванием нам требуются новые терапевтические стратегии. Эти терапевтические стратегии уже были, собственно, о них уже говорили предыдущие докладчики. В основном это основано на последствиях мутации IDH у этих опухолей. Мы, соответственно, можем использовать ингибиторы IDH. Но эти соединения выглядят особенно интересными у незахватывающих контрастов опухолей, поскольку в случае анапластической трансформации эти соединения, как нам представляется, уже не настолько эффективны. Затем можем использовать анти-IDH терапию, используем вакцину, которую разработал доктор Платен, например. Это может быть интересной стратегией. И также другие стратегии включают ингибиторы, эпигенетические ингибиторы, ингибиторы репарации ДНК и метаболические ингибиторы. То есть, соответственно, существует целый ряд весьма перспективных стратегий. Однако все эти стратегии нуждаются в тестировании в рамках клинического исследования. В качестве вывода можно сказать следующее. В случае этих опухолей у хирургии имеется очень важная роль, но в основном мы должны понимать, что этим пациентам требуется операция, скажем так, извините, это очень специализированный вид операции. Соответственно, вопрос о начале терапии все еще является вопросом без финального ответа. Касательно того, как лечить пациентов, я думаю, что у нас есть определенные данные, которые, скажем так, резюмированы здесь. И я лично считаю, что ингибиторы ДНК могут, и для раннего применения этих препаратов, может быть очень интересным вариантом на будущее. И, как я уже сказал, нам нужны все новые стратегии у пациентов с прогрессией после лучевой терапии и химиотерапии. И в качестве вывода мой последний слайд. Это просто пример, что все еще очень много неизвестного. Это вот один из моих пациентов с олигодендроглиомой, которым на самом деле мы постарались сделать максимум возможного пациента. Первая судорога случилась в 1994 году, и после этого ему не делали МРТ в течение 16 лет. И через 10 лет он появился. Тогда ему была сделана биопсия, и была выявлена анапластическая олигодендроглиома, 1P19Q кодилеция. После 12 циклов было проведено цикл темазоламида, и через 10 лет он чувствует себя абсолютно нормально, и живет нормальной жизнью. Так что я думаю, что такого типа пациенты показывают нам, что нам еще очень многое неизвестно об этих опухолях. Возможно, потому что, возможно, есть опухоли, за которые рождаются только в наблюдении, и на какой-то период времени мы можем не назначать токсическую химиотерапию, при этом с хорошими исходами. И я думаю, что в будущем, с улучшением наших знаний биологии, геномики, транскриптомики и данных о метилировании в этих опухолях, мы сможем идентифицировать и отбирать пациентов, нуждающихся в более или менее интенсивных стратегиях. Большое спасибо за ваше внимание. Продолжение следует...